МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня состоится очередное заседание Индустриального районного суда Барнаула по громкому делу Марии Матузной. Жительницу краевой столицы обвиняют в экстремизме за размещение в интернете картинки. Это будет уже пятое заседание по делу. Сегодня, по словам адвоката подсудимой Романа Ажмегова, планируется выслушать свидетелей защиты. Кроме того, обвиняемые намерены представить результаты новой независимой экспертизы картинок. Правда, будут ли они готовы к сегодняшним слушаниям, пока неизвестно. Подробнее смотрите в ближайшем выпуске. Неработающие тормоза стали причиной падения башенного крана в Барнауле во время урагана в июне этого года. К такому выводу пришли сотрудники Краевого следственного комитета. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Как сообщают правоохранители, директор фирмы, которая занималась строительными работами на улице Гоголя, допустил к работе кран с неисправной тормозной системой. В результате вечером 23 июня, когда на город обрушился шквалистый ветер, на объекте отключилось электричество. Если бы тормоза были исправны, уверяют в следственном комитете, то они бы автоматически заблокировали кран. Однако в данном случае из-за сильного ветра он начал неконтролируемо двигаться по рельсам и обрушился на мостовую. В результате 50-летний машинист погиб. Теперь следователи передали дело в суд. На скамье подсудимых окажется директор строительной компании. Его обвиняют в совершении преступления по статье нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание – лишение свободы до 5 лет. В Голубином питомнике Краевого детского экологического центра открылся новый просторный вольер. Сейчас там обитает около 60 птиц. В единственной клетке, которая была построена несколько десятилетий назад, голубям давно стало тесно. Подробнее расскажет Ирина Корчевна. Алтайские красавцы – голуби, породы шалевые и барнаульский монах – через несколько минут влетят в новый дом. Просторный вольер в питомнике детского экологического центра построили при поддержке сибирской генерирующей компании. В советское время это поддерживалось. Даже выделяло государство деньги. У нас был клуб голубьеводов, у нас был председатель, мы даже какую-то там зарплату платили. Потом это все постепенно прекратилось. Времена были тяжелые, людям стало не до голубей. Сейчас голубиное движение возрождается, говорит директор. Каждую осень сотрудники центра раздают птиц в дворовые голубятни. Поскольку все занятия в экологической школе бесплатные, на содержание птиц и других животных, обитающих здесь в небольшом зоопарке, не всегда хватает средств. Энергетики вовремя пришли на помощь детскому центру и хотят продолжать совместную работу. Все проекты будем согласовывать с руководством детского центра, потому что приоритеты устанавливают они, что им в первую очередь необходимо, и что бы они хотели, чтобы мы на следующий год реализовали. Поэтому послушаем их, потом будем уже, я так думаю, планировать на следующий год. Анфисе 8 лет. Почти все это время она жила в малоблагоустроенной квартире. В прошлом году, благодаря поддержке СГК, у 8-летней обезьянки тоже появился новый дом и новая жизнь. В экологическом центре обучаются более полутора тысяч школьников. Скоро каждый из них сможет увидеть новые вольеры и покормить своих любимцев. Ирина Корчегина, Николай Шелко. Наши новости. Депутаты Белокурихи попросили не увеличивать курортный сбор. К такому решению они пришли на очередной сессии Городского совета депутатов. С 2019 года по краевому законодательству размер курортного сбора должен быть увеличен с 30 до 50 рублей. Однако депутаты, проанализировав ход исполнения работ, решили, что увеличение преждевременно. Об этом сообщает сайт «Бийский округ». По мнению народных избранников, увеличение курортного сбора еще на 20 рублей не сможет существенно отразиться на финансовой составляющей, но при этом может отпугнуть многих отдыхающих на курорте. Теперь официальное письмо с просьбой отсрочить увеличение суммы сбора депутаты намерены отправить в краевое законодательное собрание. Тем временем часть уже собранных средств, порядка 10 миллионов рублей, направлены на благоустройство набережной реки Белокурихи. Еще один миллион будет потрачен на очистку городских лесов и установку там лавочек и урн. Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина стартовал сегодня в Барнауле. На протяжении этой недели театры Новосибирска, Казани, Кемерово, Якутии, Москвы и Алтайского края будут показывать свои лучшие спектакли по три постановки ежедневно. Задействованы все крупные театральные площадки Барнаула. Торжественная церемония открытия пройдет сегодня вечером. Сразу после свой спектакль покажет драматический театр Новосибирска. Завершится фестиваль в воскресенье. На сцене молодежного театра выступит московская студия со спектаклем «Мамаша Кураж». Главную роль в нем исполнит народная артистка России Ольга Дроздова. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Практически на всей территории края дожди и грозы. В Барнауле возможен дождь. Ветер южный умеренный днем до 12 тепла. Это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова